Мы те самые парни, которые прокачали твой автомобиль под газ. Первый вопрос, который я задал ребятам, они бомбыли это в багажнике. Вот я три заправки сделал для теста. Я вам могу с уверенностью сказать, что экономия со 100 километров... Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите первую серию по установке газобаллонного оборудования на мой автомобиль. Toyota Camry, 2013 года выпуска, 3.5 V6. Забегая наперед, хочу вам сказать, что на данный момент газ на автомобиле уже стоит. И 5 дней я на нем езжу в тестовом режиме. В общем, есть что вам рассказать. В этом видеоролике вы увидите самую необходимую информацию. Мы снимали 3 дня, соответственно, фильм изначально получился на 2 часа. Но кто из вас будет 2 часа смотреть установку газа? Поэтому прямо сейчас вы увидите самые необходимые кадры и поймете, что такое установка газа на автомобиль. Но сперва давайте я вам дам вводные данные, чтобы вы понимали вообще откуда взялся газ. Кто-то забыл. Хотя я об этом говорил уже 5 раз, но тем не менее немногие обратили на это внимание. Друзья, ко мне обратилась крупная компания Italgas, которая занимается продажей газобаллонного оборудования по всей нашей стране и странам СНГ. И обратились с довольно-таки интересным предложением. Говорят, Дмитрий, давай-ка с тобой посотрудничаем. Поставим тебе газ на автомобиль, снимем серии так 10, где ты покажешь людям, что же такое газ на самом деле. Но многие из нас думают, что газ это плохо, газ это невыгодно. Многие думают, что газ это бомба в багажнике, что газ воняет, что зачем вообще его ставить, когда есть бензин, когда есть дизель. Друзья, именно об этом мы будем разговаривать на протяжении этих 10 роликов. Но сегодня речь пойдет в первую очередь про установку. Но первое, с чего начинается весь процесс, это, конечно же, с оформления документов. Объясню простую ситуацию. Многие ставят газ на автомобиль и не оформляют документы. Но к чему это может привести? В первую очередь, если тебя поймал гаишник, сначала штраф 500 рублей. А во второй раз, если ты не устранил и не получил документы, твой автомобиль и вовсе могут отогнать на штрафстоянку. Кому это надо? Мне это точно не надо. Поэтому вот прямо сейчас я вам вывожу на экран сайт СПГО. Для чего я это делаю? Смотрите, друзья, сперва мы с вами заходим на этот сайт. Все элементарно. Где заполняем последовательно анкету. Для того, чтобы нам не ехать никуда, мы это можем сделать прямо из дома. Мы выходим, фотографируем наш автомобиль спереди, чтобы было видно регистрационный знак. Фотографируем наш автомобиль сзади, чтобы было видно также госзнак. И фотографируем ВИН номер автомобиля. Далее вся последовательность действий там расписана. Нужно эту услугу оплатить, она не бесплатная. Цена вопроса 2,5 тысячи рублей. Возможно, может быть какая-то комиссия. Как вы будете оплачивать? Вариантов очень много. После чего вам приходит техническая экспертиза. Далее мы выбираем сервис, где мы будем ставить наше газобаллонное оборудование. В этом плане мне было гораздо проще. Потому что я сотрудничаю с компанией Талгаз. И они мне говорят, Дима, OMVL, gbo.ru. Заходишь туда, там есть карта, которую вы сейчас также видите на экране. И вот они автосервисы, где можно поставить газ. Это сервисы партнера. К любому из них вы можете обратиться и пройти всю эту процедуру. Я же выбрал автосервис, который находится в Люберцах, где мы сейчас с вами и находимся. Почему именно этот автосервис? Друзья, ну мне просто было сюда удобно приехать. Здесь неподалеку есть одна точечка, где я работаю. И поэтому я совмещал сразу две вещи. И газ ставил, и по работе дела решал. Куда вы поедете, выбирайте сами. Все для вашего удобства. После установки газобаллонного оборудования сервис выдает мне на руки все необходимые документы. И с этим комплектом документов я записываюсь в ГИБДД. Регистрация тоже происходит через официальный сайт. В общем, все делается элементарно. Я приезжаю к назначенному времени, прохожу все процедуры. Госпошлина составляет 800 рублей. И после чего у меня есть все документы необходимые. Любому гаишнику я их показываю. И счастливого пути. Таким образом, все затраты не превысят 4000 рублей. Друзья, ну и не размазывая кашу по тарелке, давайте перемещаться во времени и смотреть, как происходил весь процесс установки газа на мою Toyota Camry. Погнали! Вот в этом боксе происходили все действия. Парни, оцените масштаб. Вот это все новые баллоны для установки газа. Знакомьтесь, руководители автосервиса. Сергей, привет! Всем привет! Мы те самые парни, которые прокачали твой автомобиль под газ. Зарешите представиться? Руководитель компании Академии ГБО Сергей Петров. Наша компания является партнером компании Италгаз. Лично я занимаюсь газом 17 лет. И первое, что нужно сделать, это входящую диагностику автомобиля. То есть предмет, с чем мы будем работать. Примерно 5% автомобилей уезжают домой, так как они просто непригодны к установке газового оборудования. Друзья, машинка наша уже стоит на месте. Серег, ну рассказывай, что у нас будет дальше идти. Основная задача, да, проверить сейчас тех часть автомобиля, то есть тем, с чем мы будем работать. Вот сейчас идет диагностика. Друзья, вот как мы снимаем, да? Ну естественно, если я буду снимать все от и до, это получится вот такой фильм, там часа на 4. Кто это будет смотреть? Никто. Попараллельно с этим, вот мы смотрим, вот Вадим, да, человек очень грамотный. И вот диагностику, которую делают сейчас, вы ее ни в одном сервисе не встретите. Вот я на самом деле сейчас смотрю и понимаю тоже, даже официальный дилер, ну как даже, официальный дилер так вообще заморачиваться никогда не будут. Я вам расскажу, вот многие говорят, Toyota это надежный автомобиль. Я знаю, многие сейчас будут даже довольны, что с этим мотором есть предпосыл, то что он не в идеальном состоянии. Хотя я заезжал в два сторонних сервиса, которые посмотрели, сказали, дружище, да у тебя тачка бомба, вообще все классно. Вот к чему я это подвожу? К тому, что прежде чем поставить газ, да, люди как делают? Перестраховываются. Сейчас смотрят полностью двигатель, посмотрят полностью машину на предмет того, чтобы не получилось так, что через 10 тысяч километров у меня загорится чек, и что я скажу? Да это все после вашего газа. Вот сейчас все смотрят, и мне прям чек-лист дадут, и расскажут, что здесь, там прям предпосылочки есть, здесь. Пока что я забегать вперед не буду, но честно, вот так вот по плечам такие мурашки бегают, маленько я волнуюсь. И вы должны понимать, что перед установкой газа это нужно делать обязательно. Если вдруг кто-то из вас приехал в какой-то сервис, и вам говорят, все, ставим, сейчас все будет, в течение дня уедешь на газу, имей в виду, это не совсем правильно, за исключением того, что у тебя абсолютно новый автомобиль. У нас есть первые итоги, Вадим. Значит, ситуация следующая. В общем, для установки газа этот автомобиль вполне пригоден. Выявлены проблемы с обеднением смеси, которые в пределах допустимых норм, но уже на пределе, то есть они могут вылезти в дальнейшем. И также дребезг по клапану впускному на третьем цилиндре. Ну вот, в принципе, две неисправности, которые я вычислил вот сразу сходу. Могу сразу сказать, что система газораспределительного механизма в полном порядке. Это будет ходить-ходить, вовремя только менять ремни. Поршневая группа в порядке, компрессия ровная по всем цилиндрам. То есть у вас сейчас, в принципе, все хорошо, вот кроме вот этих вот двух проблем. Первое, что я бы вам советовал сделать, это разобраться с бензиновой топливной системой. Но после установки газа надо будет, когда вы устраните эти неисправности, надо будет подъехать еще раз отрегулировать. В остальном двигатель еще походит. Серый, ну смотри, мы начинаем установку. Вот уже лежит баллон, там, насколько, 54 литра. Вот расскажи вот самые важные моменты. Знаешь, вот чаще всего, даже я сам, когда приехал, первый вопрос, который я задал ребятам, они бомбыли это в багажнике. Вот ко мне завтра там, фу-фу-фу, КамАЗ прилетит. Что будет происходить? Жопа, я имею в виду, прилетит. Я понял. Ты знаешь, как мы говорим, баллон это одна из самых крепких частей автомобиля. Знаешь почему? Почему? Видели мы машины вот эти, которые въезжают в задницу. И баллон сохраняет реально, не то, что геометрию, да, если его не было, я не знаю, что там было, там была смятка бы. И мы просто доставали оттуда баллон, и он не был там помят там и так далее. Толщина баллона 4 мм? А, 3 мм. Это броня получается маленькая? Вообще, это же серьезная вещь на самом деле. Этого все как бы боятся. Крепкий, некрепкий, безопасно, небезопасно. Также я не просто говорил про мультиклапан. В нем есть несколько систем безопасности, систем защиты. То есть от давления, например, высокое давление сбрасывается газ. То есть сделано все для того, чтобы если вдруг что-то произошло, из газа, из баллона вернее, сразу же вышел газ. И за все это отвечают датчики, электроника и так далее. Конечно, никаких винтов сейчас. За все это отвечают допы, которые включаются в стоимость, опять же, установки. А с чего складывается, опять же, цена. Человек хочет подешевле, но никакой безопасности у нее нет. Он тупо экономит там и все. Кладем баллон, дальше что идет? Магистральные трубки раньше были медные всегда, в свое время, но из-за них были большие проблемы, связаны с тем, что многие также говорят, знаешь, фото видят, о, какой фильтр грязный там и так далее. Фильтр, вот, когда мы стали ставить, термопластиковые магистральные трубки, он чистый. То есть, грязь образовывалась в трубке, когда происходила реакция газа с медной трубкой. Вот, и она, за счет того, что появлялась вот эта окись, эта трубка, просто становилась тоньше со временем. Люди, когда ездят несколько лет, там, 5-10 лет, она просто становится тоньше. Вот и все. Сейчас вот трубка у нас термопластикой, вот она вот, ее вести удобно, и плюс она, видите, какая у нас мягенькая? Гуляет. Да, то есть, если медная труба, жесткая. Ну, понятно, да, с ней работать невозможно, я так понимаю. Ну, вообще было тяжело в свои времена, конечно. Эта трубка Сейвер тоже поставляет компания сейчас Италгаз. Итальянская трубка, да, делается на заводе в Италии. Друзья, что мы установили на автомобиль Дмитрия? Комплект ОМВЛ Нью Дрин. Это как Тойота в мире ГБО. Достойная, доступная и надежная система. Устанавливают на автоконвейерах ГАЗ и УАЗ. Теперь о комплектации. Редуктор соответствует мощности автомобиля. Редукторов четыре вида. В зависимости от мощности подбираются еще раз. Электроника, блок управления, брат-близнец BRC. Легендарные форсунки ОМВЛ Fastlight больше десяти лет на рынке. Автоматический мультиклапан без естественной безопасности. И фильтр с отстойником. Особенно актуален для зимы. Друзья, все это вам в принципе знать не нужно. Оптимальное оборудование мы подбираем здесь у себя после входящей диагностики. Больше вам заморачиваться и думать ни о чем просто не надо. Серый, слушай, ну смотри, в первую очередь, что я заметил. Четыре человека у нас работают. Это нормально или это просто исходя из того, что мы сегодня присутствуем, снимаем и побыстрее хотим сделать? Или так всегда четыре человека над одной машиной трудятся? В зависимости от сложности работ. То есть, если шестицилиндровый автомобиль делается он... Если все сделается хорошо, на это нужно время. Такую машину мы берем на полтора дня. Вот именно шестицилиндровый автомобиль. А четырехцилиндровый условно можно в течение одного дня? Четырехцилиндровый, да, в зависимости тоже от сложности. Это где-то пять часов, может быть, шесть, семь, вот так тоже от сложности работ. Поэтому мы не делаем накидали и пошли заработали денег и до свидания. Здесь подход такой серьезный. Ну, естественно, мы стоим за поясину. Даже не в этом дело, что ты стоишь, а я стою. Абсолютно. Это важно. У нас другого подхода нет. Как люди научились, так они и работают. Вот чем люди сейчас занимаются? Можешь сказать, чтобы просто понятно было? С баллоном ясно. Смотри, по поводу двух человек. Да, кстати, вопрос. Один занимается механикой, то есть ставит механику. Механика это у нас редуктор, форсунки или блок управления. Это все, что идет в том комплекте. Да, да, да. А второй человек занимается электрикой. То есть он ведет уже непосредственно жгут. Что он сейчас делает? Он сейчас будет разведена механика, то есть или примерно он скажет, где бы что будет стоять. Потом он берет эту длинную косу и ее подгоняет, то есть режет провода. Не вот там скрутки какие-то. Режет или сворачивает их. режет провода и подгоняет все. Коса у него получается короткая и какие-то выводы именно для того, место, где будет установлено. Полтора часа только уходит на косу. И вот говорят многие, приезжайте, мы вам за три часа поставим. Ребята, я вообще не знаю, как так работает. Как? Вот так вот, раз бы и стоит она. Не знаю, не знаю там. Прошла одна секунда, а уже наступил следующий день. Джелечка 500 к нам приехала на установку газа. Друзья, возвращаемся к нашей машине. Уже все стоит. Сейчас нам все расскажут, что с ней изменилось. Серый. Давай, хвались. Вот, Серег, расскажи, пожалуйста, простыми словами, прям максимально простыми, что у нас появилось в подкапотном пространстве и как это все работает. С виду вообще ничего не появилось. С виду что-то вижу здесь появилось, вижу какой-то провод. Да, да, да. Так, значит, редуктор вот у нас здесь, газовый редуктор установлен здесь у нас, да, на этом месте. Клапан для обслуживания здесь подачи газа производится через его включение. Фильтр также в нем. Фильтр. Вот еще один тонкой очистки. Блок управления. который будет управлять работой газового оборудования. Предохранитель на будущее, чтобы ты знал, вот они, газовые. Две штуки. Да, рядом, чтобы было видно, вот они стоят. Ну и форсунки. И форсунки новенькие. Вот так вот все стоит. Проводка вся у нас в оборочке убрана. То есть все сделано культурно и как положено, правильно? Ну да, конечно. По-другому не работаем. Диагностику все вы уже провели без нас, то есть все посмотрели, обороты не плавают, все у нас работает, скажем так, в штатном режиме. Да, протестировали автомобиль, газовый оборудование, подключили программу, все проверили, все работает. Теперь на заправку. Уже даже, честно говоря, не терпится. Вот, друзья, цель ролика не научить тебя дома самому ставить в гараже газовое оборудование. Поехали, посмотрим, что же мы получаем на деле. Погнали на заправку. Как вы понимаете, мы пишем на протяжении недели, я уже заправку делаю третий раз. Вот такой у нас переходничок идет. За счет того, что газ установлен нам не штатно, то есть не с завода, все делается элементарно. Приезжаете, аккуратненько вкручиваете. Штатные места, там вместо горловины, идет только с завода. Далее, за счет того, что техника безопасности, вот я удивился, но обязательно должен человек подключать вам пистолет. То есть вы сами подключить на некоторых заправках можете, но грамотно и правильно, это чтобы именно он это делал. Вот обратите внимание, 26,49 сейчас цена газа, плюс-минус она гуляет 26-26,60. Как вот наши партнеры утверждают, то что газ сейчас пойдет вниз. В день, когда мы ехали устанавливать вообще это оборудование, слушали радио Бизнес ФМ, там нас уже готовят о том, что в 2019 году цены на бензин вырастут в полтора раза вверх. Что будет? Ну я думаю, по-любому вырастут, каждый год цены растут, то есть ждать не нужно. Это специально для тех, кто говорит, типа, а что газ нахрен он нужен, он же сейчас дорогой стал. Вот я три заправки сделал для теста. Я вам могу с уверенностью сказать, что экономия со 100 километров получается 150 рублей. То есть я заправляю 95-й бензин, трачу на 100 километров 500 рублей. Газа на 100 километров в таком же смешанном цикле я трачу примерно 346 рублей, если прям копейка в копейку. Ну округляем, то есть разница 150 рублей. И вы скажете, что такое 150 рублей со 100 километров? Ну как-то звучит несерьезно. Ну давайте умножим. Смотрите, в месяц я проезжаю примерно 3,5 тысячи километров. Это я даже среднее беру, а то и больше бывает. 3,5 тысячи, это получается 5250 рублей в месяц экономия. Умножаем на 12, 63 тысячи рублей в год. За 10-11 месяцев я окупаю комплект. Если же брать в расчет, что ты ездишь больше, у тебя не 6-цилиндровый, а 4-цилиндровый мотор, ну еще быстрее окупишь. Многие говорят, типа, нахрен этот газ, заправок мало. Друзья, про пановых заправок, во сколько стало, многие переживали. То есть смотри, если брать в мой город Кашира, возле дома есть заправка. В Москве возле дома 4 заправки. По трассе М4, сами посмотрите, заправки тоже есть. Напряг у тебя будет, если ты перейдешь на метан. Метан дешевле, но с метаном действительно заправочек очень мало. Заправочка у нас прошла успешно. Вот пообщавшись с продавцами, говорю, ну что, много на газу? Они вообще в шоке все. Он серьезно, все говорят, блин, да, конечно, народу вообще полно. Никто не думал, что газ будет пользоваться такой популярностью. Значит, что мы сейчас сделаем? С нами Вадим Борисович, компьютер, диагностические все разъемы подключены. Задача простая, проехать, сделать диагностику. До этого мы делали, я уже проехал на машине, примерно 800 км, приехал, скажем так, на нулевой ТО. Сейчас смотрим еще раз, все ли штат у нас работает. В общем, пока мы катались, сделали диагностику, Вадим Борисович, ну, давайте. Ну что, результаты, в принципе, обнадеживающие. Система МВЛ Нью-Дрим отрабатывает совершенно честно и конкретно. То есть, у нас идет процесс постоянной диагностики автомобиля в процессе движения по каналу АБД. То есть, газовая система проверяет и добивается того, чтобы у нас не уходило в неправильные смеси. То есть, система работает вполне нормально, вполне корректно. Вот можно посмотреть, здесь вот у меня выведена коррекция. То есть, очень хорошая коррекция для данного автомобиля. Пока идет процесс настройки, кратенько вам рассказываем. Вот, смотрите, у меня появилась тюнячка, скажем так, это оригинальная кнопочка ОМВЛ. Сами понимаете, что это такое индикатор. Вот мы ее нажимаем, да, один раз, зеленая все горит. Это означает, что она включена. И вот эти диодики маленькие показывают, сколько у меня осталось топлива. Чем их меньше, тем меньше топлива. Все логично, все понятно. Друзья, система работает сама по себе, то есть, если гончается газ, он тебе сигнализирует, то что нужно заправиться. То есть, все понимаете, прекрасно точно такой же индикатор, как и с бензином. Друзья, самое время делать выводы. Как вы понимаете, как я сказал в самом начале, данный видеоролик мы записываем на протяжении трех дней. Когда мы только поставили газобаллонное оборудование, я отправился на первую заправку свою, мы вернулись, сделали полную диагностику, посмотрели, нигде ли у нас ничего не сифонят, нигде ли нет никаких утечек. То есть, все работало в штатном режиме. За прошедшую неделю я проехал уже примерно 800, даже 900 километров. Сегодня мы сделали, скажем так, нулевое ТО, которое показывает, что машина работает в исправном состоянии, можно ездить, наслаждаться. Какие мои дальнейшие действия? Вот сейчас я забираю весь комплект документов, доукомплектовываю свой пакет и после этого отправляюсь сначала делать диагностическую карту, в которой будет отметка ставить, что автомобиль теперь на газу. И после этого еду в ГАИ получать разрешение. В следующем видеоролике я вам прям кратенько расскажу, сколько на все это ушло время. Потому что на сегодняшний момент все происходит как-то элементарно и я думал, что это действительно будет сложнее, но пока что все очень просто. К цене. На мой автомобиль V6 57 900 рублей вошелся в комплект. Если рассматривать автомобили попроще, например, 4-цилиндровые, то там ценник стартует примерно от 30 000 рублей. В описании к этому видеоролику я оставлю ссылки в первую очередь на Академию ГБО, я оставлю ссылки на сайт СПГО, который вам может помочь получить разрешение, я оставлю ссылки на сайт ОМВЛ ГБО, который поможет вам найти сервис по всей России. Что же будет происходить дальше? Друзья, ну простая математика, буду передвигаться на автомобиле собирать чеки, но пока что уже даже за одну неделю понятно, что за год я сэкономлю примерно 60-70 тысяч рублей, просто перейдя с бензина на газ. В этой серии видеороликов вы также увидите много полезных сюжетов, какие, обязательно подпишитесь на наш канал, подпишитесь на инстаграм нашего канала, тогда вы сможете узнавать все полезные новости и интересные видеоролики с газом первыми. Здесь добавить больше нечего, всех приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение, пишите дельные советы, что сделали не так, где можно похвалить, где можно поругать, в общем, всех жду в комментариях. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч, всем пока-пока!